Всем привет. Вот имею такие диоды. Это D405 70-х годов. Это тоже. И вот такие желтенькие диоды. Здесь непонятно что написано, только дата. По-моему это дата внизу написано. И мне кажется, что это импорт. Вот он поломан один такой диод. Здесь вот написано F4 сверху, а у меня внизу написано 140. Дальше непонятно. Одним словом, эти диоды похожи на диоды 2А602 или К602. Это самые дорогие диоды. Я их нашел в каталоге, там где принимают детали К602. И вот они эти, что у меня. Их всего желтеньких 7 штук. Они похожи на К602. Ну и сейчас будем их растворять. Буду травить лишний металл. И посмотрим, сколько будет позолотой. Вот я уже кусочек пробовал. Позолотка там есть. Вот такую часть я протравил. И вот осталась на фильтре вот такая позолота. Вот она поблескивает. Это получается седьмой. Этих целых осталось 6 штук. Сейчас я поломаю эту керамику. Избавлюсь от нее. И брошу в стаканчик. Залью азотной кислотой. Покрошил я диоды. Избавился от керамики. И вот увидел олово. Там, где припаивался волосок, есть олово. И буду сейчас избавляться от него соляной кислотой. Брошу в колбу и залю кислотой. Буду кипятить на плитке, дабы избавиться от олова. Вот так кипят диоды. Сниму с плитки. Хорошенько промою. Затем буду кипятить в воде, чтобы избавиться от соляной кислоты. Прокипятил в воде после солянки. Хорошенько промыл диоды. И сейчас буду заливать азотной кислотой. Пусть травятся лишние металлы. Накрываем. Включаем вытяжку. На плитку пока ставить не буду. Поставлю ближе к вытяжке. Ну вот и всё. Протравились диоды. Сейчас будем фильтровать. Минут сорок стояли на плитке. Травились азоткой. Включаем вакуумник. Включаем на кислоте. Убивание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой раствор. Сейчас я его перелью в другую колбу и проверим на содержание серебра. Вот он и раствор. Он, правда, холодный. Но, тем не менее, сейчас зальем сюда солянки. Серебра нет. Ну, тогда в эту колбу заливаем царя. Вот соляная кислота чуть больше 25 миллилитров. Но я все не залью. Ну, где-то 20 миллилитров получится. А может даже придется всю вылить, потому что сюда два фильтра еще надо бросить. Ну, и азотки. Ну, где-то 5 миллилитров. Ну, и сейчас сюда же брошу фильтра. Первый фильтр там, где я делал испытания. С одной деталькой. Ну, и вот этот тоже сюда брошу. Фильтра в колубе. И ставим эту колбу на плитку. Пусть золото растворяется. Как только растворится, включусь. Ну, вот и все золото растворилось. Минут 7 прошло. Вот такой цвет. Сейчас немножко остынет и буду фильтровать. Отрывать буду белой лентой. Затем ослаждать это золото буду пересульфитом натрия. Потому как железному купоросу уже не доверяю. Попадаются подделки. Сульфаминовый буду гасить азотку. Которая осталась в растворе. Ну, а затем осаждать пересульфитом. Упарил я раствор. Вот сколько его. Ну, и сейчас. Ну, и сейчас буду гасить азотку. Берем сульфаминовую кислоту. И немножко добавляем в раствор. Раствор горячий. Ну, и осаждаем пересульфитом натрия. Подложил бумажку белую, чтобы было виднее. Набираем чуть-чуть пересульфит. И добавляем в раствор. Звук. Цвет начинает немножко меняться. Включаем вытяжку. Вот такой цвет становится. Золото осаждается. 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 Ставим на клитку. И пусть выпадает золото. Вот так выпадает золото после персульфита натрия. Золото осаждается. Вот такой осадок. Красивый получается. Золото осаждается. Даже видно через колбу. Золото осаждается. Золото осаждается. Ждём полного осаждения. Потом промоем, высушим и сплавим. Золото осаждается. Золото осаждается. И вот такой осадок получился из семи диодов. Из семи. Потому как с первого диода я в Царь бросил тоже. Фильтр. Так что получилось семь диодов Царе. и вот такой осадок. Сейчас плавлю и затем взвесим его. Вот такая вот бусинка получилась. Ну и сейчас ее взвесим. 0,31 грамма. Вот упал уже. 0,32 грамма 0,31 грамма. Ну будем считать 0,3 грамма. 0,3 грамма золота из 7 штук диода. Примерно вот таких как это. Только здесь в основном серебро. Д405. А там в основном позолота. Следующее видео будет по содержанию серебра вот в этих диодах. Ну там есть немножко и позолоты. Внутри наверное волоски. Вот. Это то что у меня есть. Больше нету. Случайно попались мне вот такие и с позолотой. Ну вот что получилось из 7 штук. Так что они богатые и дорогие эти диоды. Но редкие. Наверное их сейчас найти практически невозможно. Старые. 78 год. 77, 82 год. Вот такие старенькие. Ну вот такое видео по содержанию позолоты в древних диодах. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok